Все украинские зрители, особенно украинские дети, никогда не увидят по телевизору при Зеленском, как и при Порошенко, трое из Простоквашина. Что? Конечно, на отключенных телеканалах News1, 112, UA и Zik, Лебединое озеро не крутили. Но, как и в 91-м, видимо, эти три новостных Лебедя плюс канал Наш в глазах гаранта виделись предвестником переворота. Владимир Зеленский нажал на кнопку и получил результат. Почти 9 миллионов зрителей остались без привычных программ. Обережно. Российская пропаганда. Не говорит, но пишет в Твиттере Владимир только на английском. Видимо, чтобы все украинцы поняли мотивы президента. Украина за свободу слова, но против пропаганды, финансируемой страной-агрессором, которая противится европейскому пути Украины. Однако политотключенные уверены, Зеленский обиделся на каналы за критику и последний соцопрос. А там у актера-президента 23% поддержки. За год рейтинг рухнул в три раза. Даже в слаборазвитых африканских странах, где туземцы бегают на бедренных повязках, такое невозможно. Ну просто невозможно, чтобы какая-то власть, какие-то люди, возомнившие себя богами, проще контраб, просто решали полторы тысячи людей рабочих мест. Впрочем, настрой у тех же сотрудников Ньюсуан боевой. Как и у Евгения Червоненко в авторской программе. Слова и музыка Игоря Талькова. Я пророчить не берусь, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через сто веков страну не дураков, а гениев. И как не вспомнить сериал «Слуга народа» – благословение и проклятие Зеленского. Ведь политик идет ровно по тому же сценарию. Первый сезон, считай год каденции, «Народная любовь». Второй – угроза импичмента и народное разочарование. Такое впечатление, что вам там укол делают после выборов. Жил-был честный украинец, патриот выбрали. Стал хитрым, скользким, вороватым хохлом. Вы считаете, он стал хитрым, скользким, вороватым хохлом. А может быть, он и был таким хохлом? Вопрос философский. Но ведь именно закон об импичменте – один из первых для Зена посту. А теперь в Раде вот так. Платформа за жизнь – вторая сила парламента. Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, еще познущався над выборцами и над краиной. Сегодня фашизм в нашей краине отрым в свой колер. Зеленый, но пасаран, фашизм не пройдет. И вы все погибнете, потому что вы дьявол, фашистский дьявол. Вставай, страна огромная. Раша, гудбай или остаточно прощавай. В третий раз Украина говорит Москве «бувай». До этого были Сердючко и Порошенко. Но чемодан «Вокзал Россия» теперь звучит в сети. Там на журналистов трех телеканалов составляют черные списки с личными данными. Ладить санкции против граждан Украины, ну, запрещено законом. И поэтому, скорее всего, это давление, в первую очередь, на политическую силу и на собственников этих медиаресурсов. Так, вот, отпустите. Унесли. Опа. Да. А это уже штурм четвертого канала. Побратимы и патриоты пытались взять нахрапом наш. А вот медиа-аналитика от лидера Си-14 радикалов Евгения Карася. Люди, не будь убивать поти, в дюрьму съедай, потому что надевыл из ваших, б***ь, программ. Ди, б***ь, в тылу получаете тысячи баксов. Полиция красно-черную бурю разогнала, что не помешало одному из задержанных уже в отделении угрожать выброситься из окна, если не закроют телеканал наш. Стоял до ночи, побратимы его поддержали, как могли. По итогу мужчина сдался. И получается, что живет страна, как и при Порошенко, тем самым Армавиром. Армия Мовавира. Теперь еще и жесткая цензура добавилась. Сайты каналов тоже отключены. Даже на территории Беларуси на них не зайти. А люди горько шутят. При кондитере жилось не сладко, при клоуне не смешно. Зато США довольны. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств. Возможно, именно поэтому фонд возрождения Джорджа Сороса объявил гранты для блогеров-патриотов. 120 тысяч гривен или 4 тысячи долларов. Гидно и свободно. В Киеве жить, в Киеве жить, в Киеве терять жить. В Киеве жить или все-таки пить, Владимир Александрович. Еще одна зеленского пита – тарифы. Заехав на банковую в администрацию, Зе обещал снизить цифры в жировках. А получились украинские горки. Они выросли еще больше, потом откатились. Но по-прежнему за обычную двушку можно и 5 тысяч гривен заплатить. 180 долларов. Вы же знаете историю, когда они там в Верховной Раде депутаты его фракции проституток вызывают, извините. Или когда глава гуманитарного комитета рассказывает о том, что бедных людей, а Украина, к большому моему сожалению, состоит практически на 70% из людей, которые живут за чертой бедности, что их нужно стерилизовать. Потому что они дают некачественное потомство, видите ли. Но она сильно качественная. СМИ и юристы как один говорят, что это все правовой беспредел. Так ведь и бизнес можно забирать. А что владелец каналов? Тарас Казак, молодой, ну или типа того, попал под санкции. Такого история еще не знала. Логика простая. Сажать не за что, отбирать нечего, санкции подойдут. За Зеленского хороший повод для журналиста Дмитрия Гордона. Я его часто критикую и считаю, что по делу. Вчера я выпил за его здоровье водки, когда узнал об этом. Я считаю, что он... Не успели закусить Дима? Даже не закусывая. Все это шоу. В Украине имя настоящего владельца каналов – секрет Полишинеля. Виктор Медведчук – олигарх и кум Путина. Это не кличка. Глава Кремля – крестный отец дочки лидера оппозиционной партии. Медведчук и есть основная мишень. Уж слишком популярность платформы «За жизнь» растет. Это, конечно же, шаг в сторону гражданской войны, потому что чем выше уровень радикализации политического противостояния, тем выше вероятность того, что это может вылиться в серьезные конфликты. Так что, the end? Как бы не так. Умение у политиков Украины переобуваться в прыжке, даже не завязывая шнурков, а точно до предела. Вот, к примеру, любимец бабушек и радикалов Олег Ляшко. Ходил на тот же ЗИК постоянно. Был там за два часа до отлучения канала от эфира. А потом записал видео в тот же вечер с рианной поддержкой решения Зеленского. Тут бы обвинить политика. Но Ляшко не политик, а призвание. Иди он, ну кивнянчите, старый пердон. И получается, что вся вот эта девальвация достоинства проходит под двойными стандартами и внешним управлением. Ведь те же «Пятый канал» и «Прямой» принадлежат Порошенко в открытую говорили, что Зеленский наркоман и добьет страну. И работают же. Потому что Петро Алексеевич, друг Байдена, хочет дружить с новой администрацией и Зеленский. Тем более, что на старую чуточку обижен. Второе февраля – не только день блэкаута каналов. Страна вспоминала еще одно событие. Шесть лет назад погиб легенда рок-музыки Кузьма Скрябин. Иллюзию он не питал никогда и, кажется, еще в 2011-м расшифровал национальную политическую идею Украины. Любой каденции, любого президента и народного отношения к ним. Телевизионный блок Украины в главном эфире смотрели Алексей Волков, Елена Давидович и Богдан Петрашко. Редактор субтитров А.Семкин